МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Раэль Низамов. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях, которые произошли в нашем городе и районе. Смотрите сегодня в выпуске. В нижней части города прошло торжественное мероприятие ко Дню Победы. В Бавлах открылся памятник книги. Юные бавлинцы приняли участие в военно-тактических соревнованиях. В нижней части города мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошло торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Великой Победы. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Ежегодно накануне Дня Победы сотни бавлинцев собираются у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить память погибших. Это священное место для нас. Отсюда уходили на фронт наши земляки-бавлинцы защищать свою родину от фашистской Германии. Несмотря на проливной дождь, на митинг собралось много наших земляков. К ним присоединилась целая колонна школьников, учащихся школы номер один, которые гордо несли портреты своих близких, внесших больше вклад, а также отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма. Учащиеся школы также выступили с литературно-музыкальной композицией. Перед бавлинцами выступили глава бавлинского района Рамиль Гатиатуллин и военный комиссар по Бавлинскому и Ютазинскому районам Ильшат Халитов. Традиционно накануне Великого праздника мы собираемся здесь, на этом месте, откуда в годы войны ушли на фронт более 10 тысяч наших земляков, почти 8 тысяч из которых не вернулось. 74 года прошло, как закончилась война, а наши сердца по-прежнему скорбят о павших в боях. Умер шахатран, голоды и лишений, замученных в концлагерях, о тех, чья жизнь, надежды и мечты оборвала война, чьи имена известны и чьи могилы до сих пор безымянны. Скорбим о недожившихся до этих дней из-за преклонного возраста и болезней. Победа в войне – это и победа тружеников советского тыла. Объединенной единой волей, единым порывом, рабочие, крестьяне, мужчины и женщины, старики и дети приближали победу в тылу. Сегодня в нашем районе проживают 26 участников Великой Отечественной войны, 427 тружеников тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны, на вашу долю выпали безмерные лишения, которые вы мужественно преодолели, отстояли в бою свободу и независимость своей земли. А после войны героическим трудом восстановили страну из руин, ставшую одной из ведущих мировых держав. Мы искренне благодарны вам за победу, за мирное небо, за счастье наших детей и внуков. Спасибо вам, что вы рядом с нами. Память погибших земляков бавлинцы почтили минутой молчания. После митинга участники Великой Отечественной войны за праздничным столом поделились своими воспоминаниями о войне с главой района. Катерия Гемазова, Эльмир Башаров, Раиль Низамов, БРТ. 1 мая на территории Центральной библиотеки состоялось торжественное открытие нового памятника. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Памятник в виде раскрытой книги расположен у входа в Центральную библиотеку. Изготовлен он из металла. На страницах выбиты строки из стихотворения великого татарского поэта Габдулы Тукая. Авторами уникального памятника в Бавлах являются супруги Гузель и Радик Валитовы. Гузель работает заведующей отделом обслуживания в Центральной библиотеке, а ее супруг Радик трудится машинистом в Управлении технологического транспорта. Сама идея возникла у меня после поездки по работе в город Муслюмова. Там мы увидели памятник книге, посвященный Пушкину. Очень понравился. Я об этом рассказала мужу, и он поддержал меня. Вот так свою идею мы воплотили в жизнь. Среди гостей на открытии памятника присутствовали глава района Рамиль Гатятуллин, привет, народный артист Татарсана Виль Усманов. Памятник книги станет еще одной достопримечательностью нашего города. Айгур Хусанов, Эльмир Башаров, БРТ. В целиком вековечении памятника участников Великой Отечественной войны, работников оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда в главном храме вооруженных силах Российской Федерации создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», в котором есть возможность размещения фотографий своих родственников через сайт Министерства обороны Российской Федерации или военный комиссариат по месту жительства. Активное участие в этой акции принимает и наш район. По словам военного комиссара города Лешата Халитова, в 2018 году в городе Кубинка Московской области начато строительство храма Министерства обороны Российской Федерации. Это большой комплекс, который будет включать в себя непосредственно сам храм, а также интерактивные площадки с компьютерами, где можно будет найти сведения о своих родственниках и о ветеранах Великой Отечественной войны, как вернувшихся с войны, так и погибших на полях сражений. В исполнении этой акции министром обороны Российской Федерации поставлена задача перед военными комиссариатами подготовить и представить списки призванных всех граждан, призванных с территории нашего района, республики, также всей нашей страны, с указаниями и фамилиями отчества, года рождения, года смерти ветерана Великой Отечественной войны, также с указанием тех наград, которыми они были награждены. Кроме этого, поставлена задача отсканировать фотографии ветеранов, как погибших, так и вернувшихся с войны. Этой работой мы начали заниматься в конце февраля. На сегодняшний момент нами подготовлены списки всех граждан, которые были призваны с территории Бавлинского и Ютазинского районов. Это 12 513 человек. То есть списки мы уже подготовили и отправили. Также было отсканировано 383 фотографии. Отсканированные фотографии возвращаются обратно. Данная работа будет продолжаться до конца 2019 года. Всех граждан нашего района, неравнодушных, которым дорога память о своих дедушках и прадедушках, обращаться в военный комиссариат, приносить фотографии, которые у них сохранились, мы их будем здесь сканировать, а также просим подготовить определенные данные по своим дедушкам, какими орденами они награждены, какими медалями награждены. Мы все это будем вносить в общую базу и отправлять в Москву. В этой работе принимает участие весь район. Активную работу ведут учащиеся школы, а также жители сел Крым-Сарай, Татарская Томбарла, Татарский Кандыс, Козыльяр, Потапово-Томбарла, Новозареченская, Муртаза. Уникальный проект «Дорога памяти» станет ценным памятником истории народного подвига. Айгур Хусаинова, Ильмар Башаров, Берте. Минувшую субботу в Бавлы для участия в праздничном богослужении приехал управляющий Альмитевской епархии епископ Альмитевский Бугельминский Мефодий. Далее подробности. Епископа Мефодия возле храма преподобного Серафима Саровского встретил глава Бавлинского района Рамиль Готиатуллин, который разделил радость православных по поводу Светлой Субботы, пожелал мира и добра. В ходе встречи епископа просил главу района посмотреть возможность создания в Бавлинской центральной районной больнице молильных комнат, как православной, так и мусульманской. После встречи епископ возглавил праздничное богослужение. Правящий архиерей поблагодарил всех прихожан за совместную молитву, тепло и сердечно поздравил верующих со Светлой Субботой. Айгулья Диатуллина, Эльмир Башаров, Райль Низамов, БРД. В Альмитевске прошли военно-тактические соревнования, посвященные 74-й годовщине Великой Победы. Их провели на площадке Альмитевского аэроклуба. В соревнованиях приняли участие воспитанники Бавлинского военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия». В соревнованиях приняли участие 13 команд из Альмитевска, Бавлов, Нижнекамска, Ленинногорска, Ознакаево и других городов нашей республики. Посмотреть соревнования и поделиться опытом работы приехало около 300 представителей со всего Татарстана. Учащиеся юно-армейцы, кадеты, студенты образовательных учреждений соревновались в 11 испытаниях. Первое и третье место заняли воспитанники военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия» города Бавлы. В военно-тактических испытаниях также приняло участие взрослая категория общественных организаций Альмитевска, «Форпост», «Пограничники» и «Боевое братство». Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Боевое братство» города Альмитевска, «Союз десантников», «Альмитевская автомобильная школа», общественная организация «Пограничников» и «Танкистов» Альмитевска. В соревнованиях «Тропа Победы», посвященных празднованию Дня Великой Победы среди военно-патриотических клубов Юго-Востока Республики, победу одержала команда «Боевого братства» города Альмитевска в старшей возрастной группе. Дмитрий Шатанов, Раиль Низамов, БРТ Бавлинские ветераны и молодые чемпионки сразились за шахматной доской. Накануне майских праздников в здании Совета ветеранов состоялся сеанс одновременной игры по шахматам. Более 10 ветеранов играли в шахматы с призерами Республики Эльзы Галиевой и Аделей Салаховой. Подробности в нашем следующем сюжете. В начале игры председатель Совета ветеранов Бавлинского района Марат Губайдулин от имени всех ветеранов поздравил тренера по шахматам Николая Каратаева с прошедшим юбилеем. Также победителям прошедших турниров были вручены грамоты и дипломы. После вступительного слова начался сеанс одновременной игры. Сеанс проходил в рамках партийного проекта «Старшие поколения». В играх также принял участие депутат Городского совета от политической партии «Единая Россия». Мы сегодня проводим традиционный сеанс одновременной игры в шахматы с ветеранами совета, с молодыми участниками шахматных турниров. Это призеры Татарстана Бавлинского муниципального района. И нам приятно, что они откликнулись на наше приглашение. Несмотря на свою занятость, они решили сыграть с нашими ветеранами, помериться с их силами и показать мастерство, насколько молодое поколение способно. Я надеюсь, что наши ветераны не подкачают и постараются хотя бы несколько партий выиграть у молодого поколения. Студентка Казанского университета, призер районных и республиканских турниров Эльза Галиева в шахматы играет уже семи лет. Она считает, что такие турниры необходимы. Я играю в шахматы уже семи лет, можно сказать, шести, потому что у нас вся семья играющая. И я не хотела туда идти, меня, можно сказать, просто привели. Сказали, посмотришь, понравится, останешься. Я такая осталась. Хочу сказать, что шахматы очень похожи на жизнь, и они мне помогают преодолевать жизненные трудности, потому что я это воспринимаю как просто какую-то проблемку, как какую-то задачку, которую стоит решить. Итог игры распределился следующим образом. Первое место занял Райвель Гаязов, второе место Николай Кратаев, третье место Тимирбак Мударисов, а их соперницы Адели Салахова и Эльза Галиева стали чемпионками соревнований. Индир Сайфулина, Эльмир Башаров, БРТ. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сразу после новостей смотрите передачу «Земляки». А прямо сейчас вас ждет прогноз погоды на ближайшие два дня. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В среду 8 мая ожидается малооблачная погода, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса, ночью плюс 14 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. В четверг 9 мая облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов, ночью плюс 16 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%. В ООО «Уралстройнефть» требуется делопроизводительный пахтовый метод. Телефон 8-917-289-71-13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Педагог. Руководитель бавлинского филиала ТИСБИ. Художественный руководитель, автор и исполнитель собственных песен. Как все уживается в одной женщине, непонятно. Но, как признается героиня нашей сегодняшней передачи, Валентина Журавлева, она успевает абсолютно все. Родилась в городе Бакал, Челябинской области, в 1953 году. Но ее семья переехала в Бавлы, когда она была еще совсем ребенком. В молодости маленькая Валентина серьезно занималась бальными танцами, также увлекалась спортом. Но стала учителем истории. Как признается Валентина Николаевна, стать педагогом мечтала с детства. Я вообще любила с детства все, что связано с историей. Я просто пытала всех родственников по поводу своих семейных корней. Кто были, что были. Мне говорили, отстань, там дела. А я вот выпытывала. И я теперь очень много знаю о своих-то корнях. Вот оттуда, наверное, все началось. А в школе это уроки. Это мои учителя истории, эту любовь укрепили. В 1999 году она становится руководителем бавлинского филиала ТИСБИ и успешно руководит подразделением университета, продолжая в то же время преподавать в школе. О методах успешного преподавания знает все. Прежде всего, рассказ самого учителя. Это то, что он сам знает. Это, например, если я рассказываю что-то из летописи какой-то, или о жизни, например, в старое время. То, что чего нет в учебниках, вот между строками. Когда у них глазенки раскрываются. А как это так? Я говорю, а вот так. Вот когда вот такие вот детали раскрываешь на уроке, вот они ахать даже начинают. То есть очень важно еще, вот как учитель сам на уроке, как он интересно рассказывает. Кроме того, героиня нашей передачи ведет активную общественную деятельность. Общественный гид поет в ансамбле русской песни «Калинушка». Является организатором регионального конкурса авторской песни «Сулинка. Белый ключ» – неоднократный участник и лауреат различных конкурсов авторской песни. Ею написан цикл стихов и песен, которые не могут оставить равнодушным. Почти все ее песни с удовольствием поют ее друзья и другие исполнители. Сочинять стихи Валентина Николаевна начала еще в школе, но тогда стеснялась представить их широкой публике. Правда, ее труд пользовался огромной популярностью. Чтобы подзаработать, еще будучи студенткой, она продавала свои стихи за деньги. Я еще в школе начала стихи сочинять и песни, но я очень скрывала все это от всех. Когда училась в Казани, тоже скрывала. Писала песни, и у студентов уж не хватает же денег. Я продавала свои песни в ресторан «Акчарлак». Там коллектив был, и вот они, шансон такой, да, вот они брали с удовольствием, давали 80 рублей за песню. Вот откуда это началось. А потом, вот когда уже в городе писала я стихи, меня пригласили во вдохновение. У нас есть библиотеки. И вот когда я туда пришла, и они раскрыли вот это мое творчество, за что я им благодарна. Это вот благодаря вдохновению я раскрылась для города, вот как человек, пишущий стихи и песни. Конкурс авторской песни «Судлинка, белый ключ» является для Валентины Николаевны настоящей страстью, ведь здесь выявляются таланты. Может быть, отчасти благодаря этой женщине гитара стала очень популярной в нашем городе. Поставила задачу уже, чтобы был этот год, обязательно, фестиваль. И с года в год. А потом подключила я Алексеевку. Раз мы там начинали, это же Сулинка, мне эти места же очень чистые. Сулинка – чистая речка. А форель, которая там водится, – это символ чистоты вообще. А барды – они чистые душой люди, они поют то, что их волнует. Я знаю, что многие приезжают из других городов. Как это вам удалось организовать? Они просто мои друзья, знакомые. Потому что я с ними знакомилась на бардовских фестивалях. Это Грушинский фестиваль прежде всего. Я прямо вот подходила, да, знакомилась, откуда я приглашала, раздавала пригласительные и так далее, договаривались. И вот к нам приезжали, с тех пор к нам уже приезжали именитые барды. Как Валерий Боков, например, знаменитый, да, уже легендарный такой. Дмитрий Бекчентаев тоже легендарные такие барды уже были. Наши любимые приезжали, вот, Трио Триам, Топольников и Кабасов в прошлом году. В этом году приехал звезда такой, как бы, альтернативной этой песни, да, вот приезжал летом к нам этот Паша Фахардин, его фамилия. Приезжает со всей России, со всех городов. Кстати, своя песня Валентина Николаевна поет на трех языках – русском, татарском и чувашском. Светит солнце или дождик льется, Боже, ты, сугробы намело. Ты спроси, бавлинцев, как живется, И в ответ услышишь – повезло. Я поглажу травушку руками, Ягод наберу в лесу всегда. Улыбнется поле по селикам, И напоит бавлинская вода, Сладкая бавлинская вода. Города большие светят маня, Не сравнится с ними город мой. Как уедут слезы взор в туманях, Я скучаю и хочу домой. Здесь стоят бавлы уже веками, Пролетают разные года. Плачет и смеется родниками На бавле медовая вода. На бавлинке сладкая вода. О Валентине Николаевне можно говорить бесконечно. Она не только отличный педагог и общественный деятель, Но самое главное – любимая и любящая мама, Бабушка и прабабушка. У нее двое детей, пять внуков и один правнук. Своих детей она воспитала достойными людьми. И секрет воспитания, по ее словам, довольно прост. Дома я мама, бабушка. Вот когда приходят, например, внуки, Все обожают дома собираться. Мы всегда у меня дома собираемся, все готовим. И Новый год традиции – все съезжаются домой. И всегда я спрашиваю, например, что будем готовить? Например, Арсений, что будем готовить? Борщ. А может быть, лапшу или что-то? То есть вопрос задаем. Уважение, да? Уважение к личности. Даже если он маленький, к нему нужно проявлять уважение. Но в то же время, когда переходный возраст, Вот я бы посоветовала, В это время надо очень контролировать детей. Доверяй, но проверяй. Вот очень-очень. Иногда применять даже вот такие вот жесткие, Может быть, меры. Да? Даже педвзрыв иногда. Потому что они, Для родителей перестают быть авторитетом. Учителя перестают быть авторитетом. Для них… Нет, это нужно очень тонко, Очень правильно применять. А так, конечно, терпеливо, Терпеливо вести вот именно в переходном возрасте. Но у вас были проблемы с детьми уличные у вас? Нюансы были. Я просто как-то помню, Коля взяла ремень и по мягкому месту, Без всякой педагогики. Он на крышу залез и сидит на крыше. Это же опасно. Конечно. Это 13 лет где-то ему. Вот сейчас взрослый, я вспоминаю это, Говорит, мам, ты правильно сделала. Потому что тогда мозги не воспринимали. А ремень научил. Хотя я противница. Нельзя детей бить. Для характеристики Валентины Журавлевой Можно подобрать много положительных эпитетов. Настолько она многогранный и увлекающийся человек. Работе она отдала и продолжает отдавать большую часть своей жизни. Здесь она заслужила благодарности, грамоты и, самое главное, Огромное уважение коллег, родителей и детей. Рядом с ней всегда интересно и детям, и взрослым. Окружающих она заряжает своим позитивным отношением и любовью к жизни. И это наша землячка. Я помню ваши лица, все в памяти хранится И мне без вас никак уже нельзя Ах, как здесь все прекрасно И на душе так ясно Мы снова здесь Ну, здравствуйте, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В республике Татарстан от пожаров погибло 55 человек Причины следующие Неосторожное обращение с огнем Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования Нарушение правил устройства и эксплуатации газовых, керосиновых и других устройств Детская шалость Нашей съемочной группе удалось заснять пожар Произошедший в Бавлинском районе в середине апреля К приезду пожарных огонь успел распространиться довольно быстро Молниеносно охватывая большую площадь От возгорания леса, находящегося неподалеку Спасло лишь то, что лежал неуспевший растает снег Который воспрепятствовал дальнейшему распространению огня Такие случаи быстрого возгорания сухой травы А также другие причины неосторожного обращения с огнем В Бавлинском районе далеко не редкость В прошлом году на территории района произошло 12 пожаров Что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года В прошлом году произошло 6 пожаров Только за неделю с 14 по 21 апреля на территории района произошло 6 пожаров 5 из которых по причине сжигания сухой травы и мусора В результате этих 6 пожаров огнем уничтожено 11 строений В связи с чем исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района Был введен особый противопожарный режим С 16 апреля по 10 мая В период действия противопожарного режима Запрещено сжигание сухой травы, мусора А также приготовление пищи на огне За данные нарушения предусмотрена ответственность Частью 2 пункта 20.4 Кодекса административных правонарушений Награжден от 2 до 4 тысяч рублей На должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей И на юрлиц от 50 до 200 тысяч рублей Также если это повлекло более тяжкие последствия Например, причинение крупного материального ущерба Согласно статье 168 Уголовного кодекса Предусмотрена уголовная ответственность На срок лишения до 2 лет Если это повлекло причинение тяжких последствий вреда здоровью То на срок до 3 лет Если смерть человека, то срок до 5 лет Хотел бы обратиться к гражданам Чтобы прежде чем сжигать сухую траву или мусор Подумали о последствиях, к чему это может привести Майские праздники жители массово начнут выезжать на природу Жарить шашлыки, отдыхать Запрещено Будут выезжать патрульные группы Патрульные группы совместно с лесхозом и совместно с полицией Также, как сказал, данным постановлением запрещено сжигание Приготовление пищи на открытом огне В мангалах и кострах Если развел костер и готовишь шашлыки, все, 2000 штраф минимум Обильные дожди на территории нашего района пока не ожидаются Из-за сушливой погоды благоволит тому, чтобы сухая трава загорелась быстро А сильный ветер, который тоже не редкость в нашей полосе Разносит огонь молниеносно и на большие площади Поэтому к требованиям пожарной безопасности нужно относиться серьезно И это касается каждого жителя В ООО «Уралстройнефт» требуется делопроизводитель Пахтовый метод Телефон 8-917-289-71-13 Выпиши не менее трех изданий ТАТ-Медиа И участвуй в розыгрыше призов Отправь копии квитанции на почту И не забудь указать телефон Читай и выигрывай До сих пор ходите на почту или в банк, чтобы оплатить услуги ЖКХ? Воспользуйтесь мобильным приложением Госуслуг Татарстана Вводите данные счетчиков Оплачивайте услуги ЖКХ без комиссии Настройте автоплатеж и другие сервисы Экономьте время и деньги Быстро оплачивайте электронные услуги через мобильное приложение и портал Госуслуг Татарстана Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok